Здравствуйте дорогие друзья! Рад приветствовать вас на нашем канале! Сегодня в этом видео я расскажу, как можно вырастить ранние огурцы без особых проблем и без особо сильного обогрева рассадника. Мы раньше показывали на своем канале, как мы выращиваем первые огурцы. Мы их выращивали в ведрах, ставили над стеллажей. Вот сейчас на ваших экранах можете видеть, как мы собирали урожай с таких огурчиков. Ну в общем, это выращивание огурцов в ведрах по два растения. В одном 10 литровом ведре. Но, друзья, в чем минус этого способа? В том, что долго, ну невозможно в ведрах выращивать. То есть в течение длительного времени мы урожай не сможем получать. Полтора месяца, вот это в принципе весь период выращивания в ведрах. Затем придется нам либо усиленно кормить эти огурцы, чтобы восполнять питание, которое они вынесли из почвы в ведре, либо урожай уже на них падает. Друзья, ну кто хочет закармливать огурцы, чтобы потом кушать? Поэтому это временный способ получить особо ранние огурцы первично. То есть ранней весной, друзья, вот как затопили рассадник. Я же сегодня расскажу способ, как можно получать ранние огурцы и затем выращивать их в течение длительного времени на протяжении буквально всего периода выращивания. Речь пойдет, конечно же, о выращивании огурцов в пакетах. Это способ, который мы применяли много лет назад, когда у нас еще не было YouTube канала. Но, поверьте, целые теплицы мы засаживали томатов и огурцов. Как выращивать томаты в пакетах я показывал в прошлом году и какой урожай вы можете видеть сейчас на своих экранах. Друзья, вот такие помидорки мы собирали. Хотя были вопросы от зрителей, сомнения звучали от некоторых зрителей, что будет перегреваться корневая, что им не будет хватать питания. Сразу хочу добавить, что в пакетах нет дна, поэтому корневая система ушла в почву, когда она разрослась достаточно. Используем мы вот такие самые обычные пакеты для продуктов. Ну, это старый пакет, лежал под стеллажом. Один из тех, который остался, не порезали мы его, друзья. Разрезаем напополам. Вот один горшок получается, вот другой горшок. Только на этой части донышко разрезаем. И вот посмотрите, как мы высаживали перец в этом году. То же самое. В пакеты и опять звучат в комментариях сомнения о том, что будут перегреваться, либо еще что-то будет происходить. Но давайте посмотрим, как выглядят эти растения перца на данный момент. А перчики чувствуют себя весьма неплохо. Единственное, что мы сделали, это убрали подложку изоляционную. Между пакетом и почвой лежала квадратная подложка, чтобы холод с почвы не шел в горшки. Сейчас почва немножко прогрелась, и поэтому мы убрали. И корень с перчика пошел уже туда. И немножко мы здесь, конечно, замультировали, чтобы пореже поливать. Смотрите, как развился этот перец. Ну и баклажаны тоже самое чувствуют себя прекрасно. Я думаю, в дальнейшем будет чувствовать себя не хуже. Поэтому этот способ уже нами проверены. Но речь сегодня идет о получении именно ранних огурцов. Это культура, которая одна из самых требовательных к теплу, друзья. Вот группа культур, это перец, баклажаны, огурцы. Это самые теплолюбивые культуры. И если мы высадим корневой системой в холодную почву, если нет, допустим, подземного отопления, либо слабо прогреваем, то такие огурцы могут заболеть. И давайте посмотрим на огурчики, которые мы специально для того, чтобы развеять сомнения тех зрителей, которые, возможно, сомневаются, что так получится. Ну или чтобы не быть голословным, наверное, так лучше. Друзья, вот огурцы высажены в такие же самые пакеты, в которых мы выращивали свои томаты. Дна здесь нет, еще раз повторю, для слушателей, кто прослушал. Корень уже пошел, потому что почва в рассаднике начала прогреваться. Друзья, но если вы рано выставляете вот эту почву, набираете сюда, высаживаете огурчик, то подложку, прокладку между стаканом этим и почвой лучше все-таки разместить. Затем уберете, когда почва в рассаднике прогреется. Ну, это пока вот первые огурчики. Честно скажу, мы еще ничего не срывали отсюда. Посажены они довольно-таки, ну, недавно относительно. Друзья, вот что будет, если посадить сразу в почву, и почва у нас еще была бы остывшая. А будет то, что днем в теплице прогревается воздух, начинается испарение влаги из растения через листья, а корень еще не работает, и влагу эту из почвы не подают. И происходит такое, что утром солнышко выходит, и растения огурчика паникают, листья опускаются, несмотря на то, что почва вокруг прикорневой зоны влажная. Друзья, а корень не работает. А в холодной почве он ничего не может подать и не может восполнить давление. Видите, как чувствует себя огурец, посаженный именно в пакет. В пакете в этом почва прогревается. Так же, как воздух, почва эта со всех сторон прогревается отсюда, отсюда. То есть, земляной ком, в котором сейчас, на данный момент, размещена основная масса корневой системы огурца, прогревается до температуры воздуха. Затем, когда огурец уже разрастется, ну, в общем, перегрева мы не наблюдали, что по жаре там будет перегреваться, предположим, корневая система. За это мы не волнуемся. Друзья, почему я снимаю это видео именно сейчас, потому что много вопросов от зрителей. Вот высадили огурцы, и огурцы засели, просто сидят, и они не трогаются в рост. Вот, это вопросы звучали во второй половине апреля, вроде бы уже весна, но на самом деле почва не прогрета еще. И, естественно, теплолюбивое растение под названием огурец плохо растет, и затем начинаются физиологические заболевания различные, начинаются пятна, пожелтение, вот это скукоживание листьев, и спрашивают, что с огурцом происходит. Все очень просто. Не работает в холодной почве корневая система. Посадите несколько растений, хотя бы три растения, вот по такому способу, и остальные садите, как вы всегда садите. И просто посмотрите, как будет разница. Друзья, возможно, именно этот способ и поможет вам в следующем году принять окончательное решение, и вы получите ранний урожай огурцов. Просто попробуйте. Одно, два, три растения. Это совершенно не сложно. Только сразу скажу, сделайте плодородную почву. Почему? Потому что огурец довольно-таки требовательный не только к теплу, но также он требовательный весьма к элементам питания. Поэтому вот пока будет развиваться на начальном этапе, там все питание есть, и он нормально стартанет. Затем прогреется почва, корень пойдет вглубь. Ну, в общем, этот способ нам нравится. Он весьма трудоемкий, конечно, именно в плане того, что надо приготовить дополнительно некоторый объем плодородной почвы. Но зато жалеть вы потом не будете. Несколько растений для того, чтобы срывать первые огурчики, вы всегда будете получать. На этом видео закончу. Всего вам доброго. До свидания. До новых встреч.